Шоу второй день нашей телестройки. Георгий Александрович, что ты чувствуешь? Вот скажи, какие впечатления? Я чувствую, что сегодня я поеду наконец-то на нормальной задней подвеске. А я так не чувствую. Почему ты так не чувствуешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы на сервис? Да. А у вас есть тут комната психологической разгрузки за валидельцев в BMW? Нет. Нет. Ну, тебе вот сюда, кстати. О, что тебе Дэнди поставили? Это тебе туда, а мне туда. Нам талончик не нужен. Мы уже еще со вчерашнего дня стоим. Да, так что вот. Пойдем, пойдемте. Евгелина, лучший сотрудник. Встречает всех на входе. Мужчина вы, мужчина. Господа, доброе утро. Доброе утро. Так. Андрей, я вас категорически просто приветствую. Здравствуйте. Как там наше черненькое маленькое чудо? Алексей протягивает коконозные трубки. О, это очень хорошо. Ну, Ашка, возьму. Ой, нет, не возьму. Нет, нет, поставь. Это специально для таких, как ты, понимаешь, чтобы взял и пошел, чтобы не пошел. Черт, не пошел. А? Чего вас бы вы? Трубки тормозные тянут. Ага. Медные. Ну, как ваш ничего? Ничего. Как будто и не прощались. Да, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Сегодня все это предстоит слепить обратно в автомобиль, непосредственно в Антипыч. Ты посмотри сюда. Наверх. Наверх. Давайте, друзья, взглянем наверх и увидим эти потрясающие, красивые медные тормозные магистрали. Понимаешь? Единственное, что... У меня есть шанс не бахнуть какой-нибудь Солярис. Шанс, надо сказать, неплохой. Да, да. Неплохой, значит, тормозные магистрали новые, все хорошо, значит, случка состоялась все-таки здесь. Это прекрасно. Да, да. Потому что дальше у нас идут достаточно хорошие тормозные трубки, вот, и уходят туда. Это прекрасно. Теперь нам остается сейчас, значит, вытащить лишний проводочек вот отсюда. И с метаном разобраться твоим. Метанолом? Да, кстати, друзья... Ну, вы же подписчики наши очарательные, вы напишите там что-нибудь по этому поводу. Ну, вот те, кто помнит прошлую серию, там, посмотрите. Да, и по поводу, кстати, еще, Георгий Александрович, а ты что, достал свои детские вещи, что ли, да? Ты что, это замечательный немецкий мультяшный персонаж, ты что? Так я про размер персонажа, а не про персонажа. Она, конечно, постиралась и сжалась. А, вы тебя, ну, Георгий Александрович. Так что, вот это лишний провод, надо его сейчас достать, протянуть. Вот эту трубку туда. Обратно. Да, обратно, чтобы она не мешала установке подрамника, и потом ее не протягивать. Вот здесь вот еще раз заантикорить. Здесь, ну да, заантикорить, почистить. И, соответственно, переходить к сборке его остального, да. Сегодня уедем. Слушай, я искренне надеюсь, что это будет так. Если больше ничего не сломается, потому что трассы ручника у нас есть. Значит, все запчасти по состоянию на сейчас вроде есть. Ну, отлично. Поэтому, я думаю, что у нас есть все шансы сегодня доделать антипыча и уехать. Как на желтке тебе? Слушай, нормально все, но почему-то соляри воняет. Да? Ну, вот этот дизель. Дизель, да. Дизель, да. Ну, он нормальный, кстати, он кочегарит, падла. Да? И знаешь, какой у нее расход топлива? Какой? Никакой. Прямо такое чувство, что он его не жрет, а нюхает. А, да ладно. Да, он желток мало жрет, да. А, ну, слушай, ну, прикольно. Я не знаю, почему он желток очень мало жрет. Он же желток. Да, и кроме... Но меня почему-то всегда не покидает ощущение, что я когда вот приехал вчера к дому, мне почему-то захотелось открыть багажник, достать откуда-то оттуда посылку с надписью DHL. Я действительно, да. Это брат Рудика. Младший, сводный. Сводный брат Рудика. Ну, такой, значит, седьмая вода на киселе. Я бы сказал. Через это, колено третье. Ну, через границу. Да, ну, чем-чем, приступаем тогда, Георгий Саныч. Да, я уже видел. Вы работаете, а я... А ты нет, да? А я нет. А ты нет, да. Да, я так. Георгий Саныч, а зачем подрамник уже висит? Слушай, ну, предварительная сборка. Надо посмотреть, чтобы трубочки, которые здесь идут, не цепляли подрамника и грамотно, красиво их попараложить. А-а-а. Я сейчас закреплю, и, соответственно, мы уже пойдем до Сереги. Ага. А Сереги что? А этот самый, чтобы он запулял антикоринг. А, да-да-да-да. Ну, подрамник будет еще сниматься, да? То есть это просто предварительно. Сейчас я это все закреплю, поймем, что ничего-ничего нигде не цепляет. Снимем подрамник, ну, что он тут наживлен? Не-не-не, я вижу, да-да-да, что он наживлен. Вот, даем до Сереги, все за антикорим. Пока он антикорит, будем заниматься сборкой непосредственно подрамника. Окей. Ну, подрамник будет на земле собираться, а потом просто так же заезжать, как и съезжал, да? Да-да-да-да. Так а смысл там руки ломать? Не-не, ну, я... На земле все собрали, закинули. Угу. Ну, да-да-да. Ну, там еще сальники, сосальники на редукторе. В общем, еще на самом деле приключений много. Плюс еще качать тормоза. Плюс еще делать разваль. Ну, короче, много еще всего. Это сейчас не BMW, так на любой машине, понимаешь? Нет, это развал. Да, нет, с этим я согласен. Просто количество рычагов-то у тебя тоже немаленькое всяких этих... Ну, кофточка, конечно, действительно все села. Очень. Я как ребенок, знаешь, в этом... Стесняет. Маленький немецкий мальчик играет в маленькую немецкую игрушку. Стесняет движение? Ржавые были. Ржавые. Нормально, ты так к кузовню приехала? Да-да-да, тут вообще что-то прям очень много всего. Великие люди. Серега. Категорически доброе утро. Привет, мужчина. Шел второй день нашей телестройки по заверениям Тараса Сергеевича. И нам есть куда, господи, прости, побрызгать. Там есть такие трубки, значит, и медные. Медные. Медные, да. Ну, и там туннель такой. Я просто не хочу больше видеть медь, понимаешь? Серега, заливаем раствором. Я тебе сейчас там динитролом трубочки, чтобы, понимаешь, не окислялись. И соль. И солью сверху. И солью сверху. Ты видишь? Ребята, дорогие друзья, валенок на Брабус подъемник подъехало два валенка. Начается 220-й и, по слухам, сейчас еще заедет два-два раз, понимаешь? Да, он на пневме, он уже раком стоит богом. Да, сейчас будет. Пойдем-пойдем в кроссе у великого мастера-загонщика. Пойдем-пойдем-пойдем. А это к Брабусам, да? Что это? Подразделение Брабусам. Подразделение Брабусам. Два подъемника вот идет. Да-да-да, у нас тут специалистка у Мерседеса. Мерседес-то пачками подводит? Ну, я и говорю. Реально, а подожди, а реально Фу-Матик? Да, похоже, да. Похоже, да? Сейчас, где? Похоже, да. Не врут. Фу-Матик. Я не знаю, как моего конца. Серега! 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 А что ты два-два раз привез? Ты где столько Мерседесов нашелся? Три-два-один. Вот что хорошо в этих Мерседесах? Ну, всегда заводится, реально. Как на швале на кухне. Всегда заводится и в нем комфортно. Неважно, в каком состоянии кузов и блоки. Тем временем у нас происходит антикоррозийная обработка. Да. Ну как, Верек? Готово! Привет вам, земляне! Ну, нормально, нормально. У меня даже есть резиновые перчатки, Сергеич. У меня даже есть резиновые перчатки. И есть лайфхак. Потому что, понимаешь, так же пуляешь, когда пуляешь. А так я сейчас надену резиновые перчатки и ровным слоем по трубочке с внутренней стороны таким вот образом все размажу. А у тебя что, перчатки тоже маленькие, что ли? А, ну как. Смотри, у меня какие, а? Чтобы ровным слоем, понимаешь, по всей площади. Вот так вот. Ты представляешь, сколько людей? Какое же ты извращение. Да, нравится. И что? Давай, давай. Давай мы тебе... Это просто сейчас... Давай еще пульнем. Ты же понимаешь, что дурной пример заразителен? Нормально. Сейчас я начну так делать. Все будет хорошо. Так будет сейчас ровным слоем. Еще размажем, пульнем. Все будет отлично. Не надо наговаривать. Да, да, чуть-чуть, да, да, чуть-чуть. Сейчас я все размажу. Нормальная тема. Своим успехом, в новом интерьере, вынимают пашатры. И? И что? Сейчас мы будем его заказывать на подъемы. Кстати, машина приехала сюда на эвакуаторе из-за того, что не заводилась. Но оказавшись в нашем чудесном сервисе, она с полтычка. У нас был такой пятилитровый. Скажи честно. Ты новенький? Ну, относительно, да. Мужчина ты, давай, давай, давайте лайки поставим. Смотрите, смотрите, довольный крест стоит. Он просто счастлив. Когда у нас был такой автомобиль, мы просто радовались. Тормозуха. Тормозуха. Этот яркий мир Мерседес. Причем фирматик дорого-богато. Но, по счастью, у нас есть хозяин этого замечательного автомобиля. Расскажите, где у него. Автомобиль, да, уже не молодой, безусловно, но он, могу вам сказать, был взят мной из Минфильма. Поэтому, можете его увидеть во многих кинолентах. Особенно в качестве папа-мобиля, так называемого. Такой мужчинский сериал. Мужчинская, знаешь, такая тачка. То есть, он дорог для меня еще и тем, что когда-то в один из последних приездов группы Rammstein в Петербург, эта машина, извините, попа-лентили Линдемана сидела на заднем сидении. А поскольку я фанат, ну, очень люблю эту группу, жду их концертов, снимал неоднократно для них клипы. Поэтому с большим удовольствием ему ее покажу. Ты представляешь, какие встречи, понимаешь, под подъемниками? БМВ, о, два-два раза заехал. Два-два раза еще заехал. БМВ 220-й, прекрасный автомобиль. Три с половиной. Прекрасный автомобиль. Да, прекрасный. А из такого, что почему он, по какой причине приехал? По какой причине приехал? Ну, что, что успокоит. Ну, назвать такие названия компании, которые... Ну, названий не надо, но просто, да. Такая на Ленинском и есть компания, которая себя узнает, если что. Вот они занимались сервисом на того автомобиля. Так они наломали больше. Вынужден был давление оказать на них. Пришлось, так скажем, ребятам за свой счет восстанавливать мне испорченные элементы. Но машину, тем не менее, эксплуатировать не смог. Она в них месяц стояла, не смог ее эксплуатировать даже неделю. Пришлось ставить на эвакуатор, везти в Евроавто. К своим уже, ну, знакомым и известным мастерам. Да, здесь подразделение, здесь Брабуса у нас. Посмотрите, вот в этот умный затылок, это Брабус подразделение. Да, да, да. Тут знают, ребята, тут ребята знают, чем занимаются и как делать. Мерседесы. Ну, я, кстати, по колесам посмотрел. И посмотрел, колеса не отваливались. На валенке это сразу было понятно. Здесь колеса не отлетали. А, то есть рычаги не запилены. Да, да, рычаги не запилены. Да, здесь все более-менее. А я вот смотрю... А, подожди. Не, да, помнишь, у нас рычаги, стойка стабилизатора. Вот этот рычаг были запилены. То есть это обязательно. Вот. Что еще? Что еще здесь такого? Ну, слушай, ну он даст... А здесь, я смотрю, с завода пневмы не было, да? Или здесь что? Ты с ума сошел. Я просто что-то... Что-то... Пневмы везде. А, нет, все, я понял. Они были двух типов. Либо аэрматик, либо АБЦ. Все, я просто... Ну, у нас на валенке не было стоковой подвески. Я сейчас просто первый раз вижу стоковую подвеску. Вот эти вот маленькие стойки. То есть вот эти... Да, это еще и фирматики, я тебе еще раз говорю. Это дорого-богато? Мужчинские вообще. Мужчинские, да? Я понял тебя. Ой, ладно, пойдем. Да, давайте к нашим, так сказать. Вараном, да? Да, вараном. Так, надо перекинуть все на подравник, со старого на новый. Главное аккуратно вытащить. Знаешь, там... Чтобы резиночку не попортить. Похож на маленький кривой от машинки какой-то, знаешь, такой заводной. Маленький, игрушечный. Кривой, да. Вот, все, достал. Да, достал. Ништяк все. Да, не потерей. А есть маленькая машинка? Я попробую запустить. Так, вот эту штуку надо поставить. Да, да, да. Я думаю, по-моему, как-то... Вот таким вот местом. Сто пудово. Сто пудово. Смазочки. А, смазочки. Как в доброй сказке, только со смазкой. Как в добрейшей сказке, со всякой смазкой. Давайте. Пып. Что? Да получилось. Да получится сейчас. Ау. Я это делаю уже не первый раз, если... А, ну, а я просто не помню, чтобы ты с прошлой желоги это делал. Ну, конечно, когда прошлую желогу делали, такую же делали. Ага. Просто там, да, пескоструй показал свою не очень хорошую. Ну, да. Эффективность. Все. Сейчас ждем вот этого мощного человека. Мощнейшего. Здрасте. Здрасте. Как там второй кулак? Ничего. Ничего? Мы пока ничего не сломали. Ну, удивительно. Ну, удивительно. Просто я, наверное, ничего не делал. Ничего не трогал, поэтому ничего не сломалось, да. Кучка с металлоломом увеличилась. Прошло совсем немножко времени. Да, да, да. Значит, перепрессовали саленблоки в рычаги. Видим, новые. Да. Поменяем сальники в редукторе на секундочку. А, сальники, ты посмотри, красота. Сальники, да, вообще красота. Отлично. Да, мне пришлось, да, один подшипничек поменять. А зачем? Ну, чтобы два раза не ходить, поэтому поменяли два. Неплохо, неплохо. Да, очень неплохо. Приступаем к сборке. Значит, все кулаки будем смазывать смазочкой. Обязательно, обязательно. Чтобы через 300 лет, 30 лет наши потомки смогли их разобрать. Это как ты в металле уверен. Кстати, вот эти болты, ну, антипычу, были смазаны. Какие? А вот нижние вот эти все. А, они? Да, это важно, карма, кармическая карма, это важно, смазка, это обязательная программа. Кармическая карма, это важно, смазка, это хорошо. Так, что у нас еще тут? У нас, в принципе, весь комплект, ватнабор. Ну да, у нас все подготовлено, все просто. ШАЭС-ки новые, эти новые, болты новые, медной смазкой, датчик ЭБС не пострадал. Значит, подшипник новый, колодочки сейчас будем ставить. В общем, сейчас соберем подрамник. Что, и ставим подрамник. До него автомобиль, да. И останется прокачать тормоза и сделать развал. Сделать развал, прокачать тормоза. И жлыгу ОКПП поставить. Да, сначала надо жлыгу поменять, а потом подрамник ставить, иначе будет не здорово. А здесь у нас больше никаких нету, да, сайлентблоков? Не-не-не, остальное там в корпусе коробка. А, в корпусе? Отличная коробка, смотрите на нее. Да. Как нового тебе, смотри, вообще, просто. Хо, за хори билд, аааа. Ну ничего, через 17 лет еще разочек, повторим. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что через 17 лет мы все-таки будем на других машинах ездить. Если будем. А еще, кстати, вот заглушки надо поставить. Да, а зачем они, я прошу прощения? Ну, чтобы у ручки всякое говно не летело. А, для чего они тогда были сделаны? Отливка, наверное. Отливка, наверное, да. Вот видишь, тут камушки. Ну, короче, есть хорошие заглушки. Есть две новые, да, и две, ну, не новые, а хорошие, в смысле, две хорошие поставим. Отлично. Что, редуктор? А потом перевертываем? Редуктор, стабилизатор, перевертываем. Ну что ты, Сергей, сейчас осторожно. Уже стабилизирует, смотри. Да, 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 тихо, 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 надо сейчас редуктор воткнуть, аккуратно. Ну, ну, смотри, как мы его почистили, помыли, разговаривать научили практически. А что он вам сказал? Он нам сказал... Хрю? Нет. О, вот так же, да? Нет, ну нормально, нормально. Все, сейчас уберем, да. Нормально. Ну, вот это, конечно, куча мусора. К сожалению, да. А ты реально ничего сзади не делал, кроме развальных рычагов? Нет. Вообще, да? Нет. И вот ты ездил, и я ездил, и ничего не слышно, ни стуков, ни бряков и так далее. Более-менее, конечно, нет, но на определенных ходчиках было слышно. А, да? Да, там где... А вот стабилизация вообще... Ну, вот основная нагрузка вот на этот шар. Угу. Поскольку у него... Можно? Дай, подергаю. Пойдем, я тебе дам маленький ликбез. Давай, пойдем. Да ему кранты. Пойдем. Дело в том, что на всех нормальных машинах, совершенно обыкновенных, даже, например, на Mitsubishi Carisma. Да, на секундочку. Амортизационная стойка на всех нормальных машинах, она идет либо куда-нибудь на нижний рычаг, либо куда-нибудь вот сюда. Правильно? Что-то я сейчас, знаешь, чтобы понял? Ну? Что, я забыл, как у меня сзади амортизатор крепится. Ну, так вот. Видишь, у меня просто... Да, слушай. Давай. Амортизационная стойка. Амортизационная... Ароматизатор. Нет. Амортизационная стойка крепится к рычагу. И на всех нормальных машинах пружина идет в амортизационной стойке. Правильно? Не всегда. Во всех нормальных машинах. А, ну да. А у меня... Дешманских. А у меня как, не помнишь? Ну, не важно. У тебя, конечно, так же. А. Да, да. Так же. А вот здесь вот пружина убирается вот сюда, в этот пятак. И вся нагрузка от машины через пружину идет, естественно, сюда. И... Подержи. Давай. И получается, что весь кузов, весь кузов, когда вот сюда вот давит, ну... Вся машина, он колесо вот так вот выворачивает. А вот сюда выворачивается вот это вот, соответственно, большой рычаг. Угу. И его потихонечку выдолбливает, выдолбливает, выдолбливает. Выдолбливает. То есть, подожди, все X5-ые с 53-м кузовом, которые ездят и сзади колеса домиком, у них либо швах вот этому, получается, шарику на рычаге, либо что? Ну, швах вот этот шарик и развальный, да, да, да. И развальный. То есть, как правило, верхние рычаги. То есть, заменой двух рычагов мы меняем положение снова напрямо. Да. Только рычаги надо хорошие. Да. А почему? А, подожди, у этого же X5-го недоработка вообще, он же взят вообще, это ж не отдельная разработка, это ж было взято от 39-ки. Просто все большое. И все большое просто. 39-ка и все большое. Не, ну. Да, да, давай, ходи, бей. А можно болгаркой уронить? Нет, только все собрали. Наконец-то ситуация, понимаешь, стабилизируется. Настроение мое резко улучшается. Понимаешь, здесь все красиво. У Леши хоть очки больше не потеют. Привезли металлолом такой. Вот теперь уже практически похоже на машину. Да, да, да. А что, тебе осталось перевернуть и собрать верхнюю часть, по идее. Давайте это сделаем. Масло. Ты можешь поснимать. Что ж, как ты его переворачиваешь? Как Леша его переворачивает, ты можешь поснимать. Прикрасик, осторож. А он взял. Биба и Боба. Вот ты бы сейчас вот фильтровал базар. Уже пошел. Беги. Беги. Боба. 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 Ну что, друзья, вот у нас жилыга уже установлена. У меня есть небольшое к вам обращение сейчас не к Георгия Александровича, а вот лично к вам, к вам, дорогие друзья. Смотрите, Георгий Александрович поменял жилыгу ОКПП. По какой причине? А причина заключалась буквально вот в небольшой коррозии, которая здесь образовалась, вот эта крепуха. Это не коррозия, это дырка, это дырка, и получилось это потому, я рассказывал, это дырка. Я рассказывал, почему так вышло, потому что когда собирался в тяновый мотор, это жилыги смутного БМВ. А на его БМВ стала моя жилыга, эту от пескострули были дырки. И мы купили еще одну, потому что она стоит 270 рублей, вот и все. Короче, удовольствие недорогое. Да, с этой стороны получается вот у нас по направлению движения автомобиля левая часть. Здесь у нас все установлено, все прекрасно. Сейчас идет установка правой части, точнее правого кулака. Смотри, какая красота, красотища, красотевая красотень. Да. Нравится. Я думаю, что эта футболка сегодня, ну не футболка, кенгруха, сегодня работает последний день. Как бы это ни звучало, сначала я из нее вырос. А потом она постиралась и села. Время идет, все меняется. Но душа по-прежнему не изменяет БМВ. Два-два раз, кстати, еще висит, обратите внимание. Да, два-два раз висит, хороший, красивый, вон синенькие гаечки, все четко, вообще прекрасно. И, кстати, вот о разговоре по поводу того, почему вырывает у БМВ, получается, колесо стоит домиком. Если вы обратите внимание, опора пружины на верхней части кулака. Стоять. А здесь, а у меня есть свет. А у тебя есть, у меня, блин. Да, у меня здесь есть свет. А как вы видите, на Мерседесе стойка упирается в рычаг, то есть его часть, где не такое большое давление. Ну его просто не выламывает так сильно, как там. Да, и не выламывает, получается, как на БМВ. Поэтому у БМВ сзади колеса практически всех, практически домиком. У него выламывает другое. Что? Пневму. И ручник электрический. Георгий Александрович, я поздравляю тебя, у тебя теперь тоже будет ручник. Не завидуй, так, владельца Мерседеса. Да, вот они, новые троса. Как из гипермаркета. Да, это, в смысле, на вешалочке висели, ты пришел, купил и пошел. Да. Да. Значит, водители БМВ за запчастями, как за хлебом. Да, да, да. То есть целые магазины продуктовые. Можно задать вопрос, Алексей? Скажите, пожалуйста, а когда вы последний раз делали нечто подобное в столь глобальном масштабе? Столь глобальном. Глобальном. Давненько, да? Приятно людей удивлять. В основном разбивается вот здесь. Ну да. Ну да, да, потому что так, как... Даже здесь лежат. Ну, вы же понимаете, что делать так делать. Ломать так ломать. А потом долго и упорно не полезен. Да. 17 лет. Мы знаем срок. Не, вообще, шкал лодочки. Представляешь, что новые колодочки встанут. Троссы зайдут. Отрегулируем. Три щелчка. Или сколько? Пять. Раз, два, три. У меня точно так же, как у тебя ручник не работает. Поэтому я не знаю. Мой ручник выступает как подлокотник в моем случае. Даже когда у меня не работал, я его так не использовал. Потому что у меня есть подлокотник. Потому что БВ это мужчинская тачка. А Митсубиси это... Ездить в ней хорошо. Ездить в ней хорошо. Вот он слегка не доставит. Добавим мусора. Больше мусора, богу, мусора. Так, ладно. Сейчас это все соберем. И будем вкидывать. Да. Осталось совсем немного. Не, он красивый-красивый. Первый тысячу. Потом забудешь, что они грязные. Ну, произведение искусства, что? Я не понимаю, что здесь... Произведение искусства дорого стоит, Георгий Александрович. Согласен? Согласен. Да. Согласен. Да. Я же по-прежнему тебе говорю, что по годам в разных странах это уже Йонгтаймер, все. Ну, я тебе так хочу сказать. Вот такое ощущение, что на клизму подушка двигателя тоже уже раритет. Дорого стоит. Вот это я понимаю. Сколько она стоит? Пятнашку. Пятнадцать тысяч рублей подушки. Ты знаешь, сколько вот это все дерьмо стоит? Мы говорим про одну подушку, а не про все это дерьмо. Это разные вещи. Красавчик. Просто. Лайк. Вот все-таки приятно, когда со мной общаешься. Ты знаешь, умение парирования, пикировки как-то передается. Ваша школа. Ваша школа. Да, да, давай за четко. Ой, да. Ну вот сегодня мы заманали даже Леху Большого. А это непросто. Это непросто. Он поначалу со мной блоки просто пальцами задавливал и выдавливал. А потом сказал, что-то как-то вообще невозможно. Ну все, у нас здесь все закручено. Теперь мужчины готовятся к установке подрамника. Ну, что, погнали? Египетские боги. Господи, мне даже не верится, что мы поставили. Обратите внимание, и все как-то так по-человечески. Посмотри. Вот это вот сюда. Это сюда. Подрамничек красота. Ну что, колодки ручника осталось. Соответственно, подращим тросики, механизмы. Слава богу, это у нас все новое. Ты представляешь, как оно все по красоте будет поездить. Ой. Нравится. Мне не так нравилось до этого, как ехало. Не, не, все год вообще. Отлично. Новая, просто новая подвеска. Я бы, кстати, говорил на этом месте не египетские боги, а баварские пивнухи. Четкие там пивнухи. Крутить и смазывать. Крутить, крутите сосиску. Баварские пивнухи, да-да-да. Переверните сосиску. Да-да-да. Ну что ж. Кстати, в твоих словах есть иррациональное зерно. Что, потом пивнуху? Вспоминать, да. А если вспомнить историю построения двигателей первых для Формулы-1 компании BMW, то они брали блоки чугунные, только уже со старых автомобилей. Со шротов, да. Которые свой срок выходили. И даже есть байка, что у них была недалеко пивнуха, и они после, так сказать, пивнухи выходили и очень, так сказать, по-мужчински на эти блоки сикали. То есть у них была такая традиция. Я не знаю, зачем эти эти делали, но немцы, хрен их поймешь. Вот. А, значит, почему они брали блоки с помойки? По той простой причине, что когда блок хоженый, что все внутренние напряжения в блоке уже сняты. И если блок не треснул, он не сломался до тех пор, он не сломает уже никогда. А, я просто думал, что они блоки точить не могли, просто и кольцами ждали, пока побольше станут. Ну, дырочки. Отверстия. Остряк, остряк, остряк. Я такой. Остряк, да. Я что-то сегодня уже заикаюсь, потому что прям переживаю. У меня есть для тебя задача. Ты с ней справишься. Какая? А, сейчас покажу. Берешь вот эту штуку, находишь отверстие в подрамнике и брызгаешь туда. Вовану и скрау на привет. Скрытые полости, так сказать. Отверстия тут много. Это не скрытое. Почему? Она же там же внутри-то ничего, поэтому брызгай. А, да, действительно. Ты что? Все, короче, мне кажется. О-о-о! Кому-то про отдыхать. А я по скрытым полостям, пожалуй, пройдусь. Давай-давай-давай. Да, где они здесь? О, нашел. Мужчины, все, уже сезон корчей пошел. Люди уже из гаражей достают свои, так сказать, бокаходы летние. Здесь у нас все собрано, Георгий Александрович. Что у тебя тут? С 2001 года оно не было таким новым. Согласую с тобой. Ты посмотри, механизмики новые, пружинки, колодки. Вот здесь вот эта вот жлыга, тросики новые. Тросики новые, все вообще прекрасно. Здравствуйте, мужчины. О, Диджей! Диджей! Здорово, мужчина, дорогой. Все хорошо. Да? Тачку продал. Красавчик. А ты купил то, что я тебя просил? Да. То, что ты меня просил, я тебе купил. О-о-о! Теперь у нас есть толщиномер. Да, круто. Дело в том, что Диджей же продал тачку. Продал. А мы теперь будем заниматься подбором автомобилей. Да. И, соответственно, Диджей будет нашей первой. Ласточкой. Ну, можешь вот так сделать? А дай толщиномер. Крутой толщиномер, нет? Да, красиво. Говно? Говно. Да. Толщиномер говно, нормальный стоит 800 евро. Не у нас. А-а-а. Да. Ну, к этому по боже перейдем. Ну, нет, безусловно. Просто вот эта штука, она как бы... Единственное, что самоюстируется. Но, с кем-то, время от времени надо! Ну, конечно, кому не надо. Всем надо. Ты уже попапал? Георгий Александрович, нет, я еще не попапал, но у него колесо. Да-да-да, здесь придется немножко так поработать с тем, чтобы заехать. Здесь выворот стоит, я вижу уже, скорее всего. Так это нормальный дрифтовый корчик. Да-да-да. Вот, пошел уже. Да, мощно. А что у тебя за выворот стоит? R-гараж? Тихо говорит, не слышно. Шумно просто, шумно, да. Я не услышал. А, сейчас заедет? Нет, будет сейчас-ка. Ну, он на Копчах. Ну, учитывая то, что есть доски, я думаю, это регулярно происходит. Ну, да. Низко. Низко стелит. Ну, что ж, боевой дрифтерский корч видит снизу. Ну, они... Как тебе? Все выглядят так. Ну, в принципе. Ну, абсолютно нормальная боевая тачка. Ну, по-ваховски так как-то все выглядит. Ну, тут боевые тачки так и выглядят. Это только в R-дейсе, они все ровные. И только все. Ну, да, да, да. Да, так все хорошо, смотри. Все, герметик, все. Да. А валит нормально? Еще как. Еще как. Вот, видишь, хозяин говорит, валит божески. Ну, только тут же ты скалайна. Кульки, все. Кулек, да, все четко. Кулек, радик. Пайпы, хоботы, все. О, кондея нет. А зачем он? Это же дрифт. Масло течет. Главное, значит, оно есть. Да, только сейчас сзади хвосты видно, да, это получается. Текет. Да, это норма. Это, наверное, абсолютно. Большой мощный выхлоп. А что у тебя за коробка? Привода. Самая прочная тонкая, F70-1-2. Ага. Офигеть. Вот так вот. Это 20-й тонкая коробка, но все на стену. 25-й. Сколько сил? По 300. По 300? 300 сил. Ну, а у тебя-то 75. Да, мне еще далеко. До лета мне еще далеко. Но я пока в зиме побуду немножко. Наберусь опыта, а там дальше посмотрим. А там тоже, да, вот так сделаем. Ну, красота. Мне нравится. Здесь вообще все отлично. Тем временем, антипка превращается обратно в автомобиль. Все больше и больше. Так, у нас же суппорта прилипают. Еще немножко и будем тормоза качать. О, да-да-да-да-да. Все, тормоза, глушитель надо прикручивать. Тормоза, выхлоп, разваль. Пластик. Шмастик. Разваль. Да. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, конечно Мне даже не верится, что этот, понимаешь Двухдневный Марафон нашей телестройки Подходит к своему логическому завершению Колеса стоят Фадрамник новый, сальники в редукторе Поменены, саленблоки новые Сука, все Рычаги Развальные, верхние Трубки тормозные Тормоза прокачаны Соответственно, ручник настроен Жлыга поменена Нам осталось сделать только развал Что ты? Смазал, блин Добро пожаловать в этот яркий мир BMW Ну что ж, все Развал? Развал, да А ты что, DimaTor купил себе? Да, да, да Теперь, понимаешь Несмотря на то, что BMW Но колеса, понимаешь Как на Запорожце Да, или как на DimaTorzok Да, да, да Ну, кстати, да Но это Это поменьше А вот это побольше Да Нужно разваливаться Прибом Ну, конечно, надо Естественно Мы все там поменяли Но удивительно Владельцы BMW Плачете Вы посмотрите Колесо не в ту сторону Никогда не видели такого Да, да, да Вот что новые рычаги делают Да Ну что Переезжаем на развал Да Ну, Георгий Саныч Ну, как тебе Пять метров на первой На новой подвеске На первой Замечательно Нормально? Замечательно Супер? Видишь, я паркую Мягенько, да? Да Нравится У нас завершающая стадия Тем временем, да? Да Да? Черт побери, да Сейчас мы будем Так сказать Делать развал На нашем произведении Искусства Ну, какое искусство Такое и произведение Ну, да Тут Не дать, не взять Не дать, не отнять Не взять, не отнять Как-нибудь так Так сказать Не крутнуть, не сломать Ну, опять же, да Да Выставляемся Ну, опять же Обратите внимание Вот сюда Пожалуйста Обращен Видите на эти произведения Действительно искусство человеческого Творение рук человеческих Вот это искусство Знаешь, что я это нарисовал? Кто? Развальщик А, да? Да? Да Ну, круто, очень круто На самом деле мега круто Да Вот у этого человека Блестящий глазомер на углы Я тебя уверяю Это сто процентов Мы видим, да Что у человека С углами проблем нет Ну Причем неплохо Обратите внимание Вообще просто Финальная стадия развала А? Что ты говоришь? Я говорю Колеса-то говно Я говорю В машине все хорошо Все прекрасно Кроме шин Кроме сцепления С дружным полотом Знаешь, что приятно? Что? Ты сейчас про хозяина Ничего не говоришь В машине-то все хорошо И не минус хозяин Ну мы сейчас не про прокладки Говорим между рулем и сиденьем Тоже верно Тоже верно Как вы относитесь к 53-м кузову? Евгений Да положительно Нормальный кузов А какой, по вашему мнению Плохой кузов BMW? Плохой кузов? Ну, ржавый, наверное, какой-нибудь Который уже старый Ну Сейчас опять про него, да? BMW закончились Давным-давно Хорошие Ну да, согласен Ну вот одна хорошая осталась Нет, это не она Нет, это да Это точно нет Это не она Лехи Да-да-да Лехи уже в Альтрона загнали Защитника Вселенной Ну все у нас тут реально Финальное приготовление Так что у нас, кстати Так процесс-то идет Ну все А, все, да? Можно пользоваться? Мужчина, я жму ваши мужественные руки Спасибо Великому развальщику Спасибо Леха, ну какой ты все-таки огромный Вы просто посмотрите Просто страшный человек Скромный Скромный, да Скромный человек Просто взял Взял все, что было Понимаешь? Да, все Выкинул Кирдык И все Из машины Новая поставила Да, ну что, пойдем сдаваться И что, и финалочку? Да Я очень рад это произнести Но мы все Георгий Александрович, я так в детстве маме говорил Хорошо, что такое в детстве Ну, давайте распечатаем документы И в кассу прошу тогда А у нас, кстати, скидочка там Вот такая вот, наверное Вот здесь Все, отлично Ну, тогда мы можем снять финалочку Совершенно спокойно Да Вот и закончился второй день нашей телестройки Георгий Александрович Я бы сказал, наша телестройка всего и рассчитывалась Всего-навсего на два дня Один день Разбойка Второй день Сбойка Нравится? И называется телестройка Во втором дне нашей замечательной телестройки Я оказался чист Обратите внимание Единственное, что я понял для себя решение окончательно Что мою любимую немецкую кофту из детского садика Надо все-таки утилизировать Потому что, ну, свое оно как бы уже отработало А ничего, почему мы сделали приятное Я не знаю, какие будут комментарии по этому поводу После того, как ты сделал BMW приятное Не знаю, не знаю На что ты рассчитываешь Я рассчитываю на то, что будет долго Упорно сопротивляться отечественным дорогам Ну, ладно Это все лирика Туда-сюда Всемиры добра и удачи Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Обязательно комментируйте Что еще? Да так все будет только интереснее Я надеюсь, что еще очень долго не будет серий про Антипыча Я надеюсь, что очень долго не будет серий про Антипыча Потому что будут серии про что-нибудь другое Мы на это все очень сильно надеемся Пока, ребят Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok